Девушки отдыхают Ты прав, к тому же это становится все сложнее Так что скажешь? Куда нас снова уносит? Почему мы находимся в странном месте, похоже на портал? Я бы предположил, что это иллюзия после приема тяжелых наркотиков, но нет, это действительно происходит на самом деле Еще как происходит? Судя по данным, мы уже находимся в ином измерении, где время течет иначе Что ты имеешь в виду? Мы здесь всего минуту, а на планете Земля, судя по моим расчетам, прошло примерно 8 суток Не может быть! Мне кажется, что ты что-то напутал Да и вообще, Итан, а что такое время? Это ведь просто протекание физических и психических процессов Да и вообще, это понятие очень абстрактно Да, время характеризуется своей однонаправленностью Это концепция, описывающая время как прямую, протянутую с прошлого в будущее Однако, судя по всему, в данный момент мы наблюдаем феномен пространства-время как прямое произведение одномерного времени на трехмерное пространство Вот начинается какая-то ерунда про пространство-времени Что за бред такой вообще? Бред это носить в рюкзаке с луп с трубочкой Это удобно, Итан Тогда продолжай свой путь в неведение Что-то скучно Давай поговорим Нет, мне приятны твои умственные страдания Да ладно, брось, Итан Так не пойдет Вот объясни мне это понятие Только попроще, ладно? Представь себе трехмерную гиперсферу Состоящую из множественности точек в четырехмерной и в пледовом пространстве Я же попросил попроще Хорошо деревенщина Представь себе чайник Вокруг него находится пространство Внутри чайника Время Сам же чайник является движением Так и что дальше? Если у тебя есть время и пространство Значит есть и движение Аналогично если у тебя будет движение Значит имеется время и пространство Эти три концепции всегда взаимосвязаны И не могут работать независимо друг от друга Да, вроде понятно Легко провести аналогию Человек просыпается утром Двигается вперед во времени в течение дня И в какой-то момент ложится спать А во сне тоже продолжает двигаться вперед во времени Да, время действительно является измеримым эффектом глобальных изменений мира вокруг нас Совершенно верно Просто чем больше мы углубляемся в мир атомов, протонов и фотонов Тем менее актуальным становится понятие времени Понимаешь о чем я? Я понимаю, что твой разум сейчас начнет разрушаться, как вафельная трубочка под прессом Почему же? Потому что это еще не все Дело в том, что для мира, атомов, людей и планет течет время по-разному, как и для нас в данном случае Что ты имеешь в виду? Как одни и те же процессы в разных мирах могут протекать по-разному? В этом поможет разобраться теория Эйнштейна, касающихся свойств пространства-времени Его ты еще помнишь? Как и то, что из тебя отлично получится погремушка в стиле хай-тек Очень смешно, Руин В данном случае нас интересуют два вывода теории Пространство-время искривляется под воздействием гравитационных полей А у любого движущегося объекта можно наблюдать эффект, называемый релятивистским замедлением времени Да, это возможно Наиболее наглядный эффект замедления времени будет проявляться на примере световых часов В которых импульс света периодически отражается от двух зеркал Ну наконец-то Хоть и не интеллектуальная лавина, но смещение уже есть Так вот получается, в движущемся с ненулевой скоростью теле Все физические процессы будут идти медленнее, чем, если бы это тело покоилось Поэтому для атома, человека или далекого космического тела время течет по-разному А можно ли на самом деле как-то это проверить? Одним из выводов теории относительности является то Что в гравитационном поле свободно падающее тело движется равномерно и прямо К примеру, ударь по футбольному мячу Но у меня нет мяча, Итан Воображаемому мячу А – окей, подожди Все ударил Так вот, сначала он полетит вверх, а затем упадет вниз на землю На самом деле траектория мяча абсолютно прямая, а падает он на поверхность из-за искривления пространства-времени В какой-то момент траекторие планеты и мяча пересекутся Если этот эксперимент повторить в разных уголках космоса, то исход всегда будет разным. Смекаешь? Да, вроде бы. Я правильно понял? Значит масса крупных тел может искривлять вокруг себя пространство-время? Верно. Как бездонный клоун психику детей. По сути, чем ближе к массивному телу, тем сильнее его гравитационное влияние, а значит, медленнее идет время. Данное утверждение было проверено в ходе множества экспериментов, а временные сдвиги учитываются при передачах информации между Землей и спутниками связи. А есть какие-то сведения об этом? Роин, да ты прям с научными вилами на перерез. Требуешь все больше и больше знаний. А почему нет? Думаю, самый наглядный пример это квазар. Крест Эйнштейна. Прямое доказательство искривления пространства-времени вблизи массивных объектов. Его свет искривляется пространством вблизи массивной черной дыры, посередине, и доходит до нас в виде четырех отдельных пятен. Ух ты, значит время рядом с черной дырой будет сильно замедлено. Да это так. Черная дыра в центре нашей галактики. Согласно расчетам ее массы и чудовищной силы гравитации, время на ее орбите идет примерно в два раза медленнее, чем на нашей планете. Так что старина Маконахи уже не тот. Вот оно как. Значит в разных уголках космоса оно будет идти по-разному. Где-то быстрее, а где-то медленнее. У черных дыр оно будет существенно замедляться, а в межгалактическом пространстве вдали от звезд и планет наоборот идти быстрее. Кроме этого, при вычислении времени для какого-либо объекта важно учитывать и его скоростные параметры. Да, в качестве примера можно привести Международную космическую станцию. На низкой орбите, время на доли секунды течет быстрее, чем на планете. Еще быстрее ход времени у спутников, работающих на высоких геостационарных орбитах. Конечно, если эти изменения есть на какие-то миллисекунды, мы этого никогда не почувствуем. Происходит это из-за массы планеты. Например, вблизи Солнца, теоретически, разницы будет еще больше. Да уж, странно все это. Странно, то что еще не придумали жвачку с цианидом. А у меня еще вопрос. К примеру, я лечу в самолете, а мой друг остался дома. То мое время станет идти медленнее? Конечно, правда на практике не ты, не твоя воображаемая кукла разницы не почувствуете. Ведь она составит миллиардные доли секунды. Однако если разогнаться до скорости значительно большей, чем скорость самолета, то разницы во времени будет намного большей. То есть, к примеру, один год на космическом корабле, летящем с околосветовой скоростью, может быть равен нескольким сотням земных лет. Да, Роин. Но это не означает, что если ты разогнался до огромной скорости, то испытал бы эффект замедления. Для тебя время текло бы, как обычно. Но если бы наблюдатель на Земле мог видеть часы в кабине летящей ракеты, то ему казалось бы, что время на них идет медленнее. И наоборот. Если бы я увидел в иллюминатор часы обычного земного жителя, то оказалось бы, что они идут быстрее моих. Но почему жители Земли не испытывают эффект замедления времени, а только лишь сверхпутешественники? Это можно объяснить тем, что путешественник испытывал процессы ускорения, находясь в корабле. А значит, системы расчета для Земли и космического корабля были неравноправными. То есть, Земля двигалась равномерно и прямолинейно, а корабль испытывал бы влияние ускорения. Верно. Более того, если бы наблюдатель находился не на Земле, а, к примеру, на орбите Солнца, то время также было бы другим, поскольку нужно учитывать и массу космического тела. Спасибо за объяснение. Теперь я хоть что-то понимаю. Поверь, Роин. Я сам не перестаю изумляться своему интеллекту. Не люблю жаловаться, но... Нет. Любишь? Похоже, наше странствие слишком затянулось, и я начинаю нервничать. Не зная причину телепортации, оно кажется вполне целенаправленным. Как можно быть таким невозмутимым? Я нашел спокойствие в медитации, садоводстве и яйцо метания. А, понятно. В твоем электронном мире полно развлечений, а у меня-то нет. Да ты прав. В своем цифровом мире я сделал себя королем. Наконец-то. Что это, другая планета? Нас снова перекинуло во времени, да еще на неизвестную планету. Ну все. Нам никогда не отыскать обратный путь домой. Но заметь. Согласно любой теории, такое перемещение в пространстве без надлежащей защиты и запаса воздуха должно было взорвать твое тело. Что было бы неплохо. Я смог бы сделать из твоего жира свечки и зажигая их скорбеть в знак утраты. Ужас, Итон. Значит, я просто счастливчик? Нет, полагаю, что это был запланированный переход. Вот только нас не поставили в курс дела. Возможно. Надеюсь, на новой планете есть еда, вода и жилье. А то как-то уже плоховастенько мне. Как-то многовато требований для неизвестной ранее планеты. Ты же говорил, что мы будем в будущем. Ой, дай секунду, на меня должно сойти озарение. Оу, здравствуйте. Классный меч. А мы с другой галактики. А мы с другой галактики. Субтитры создавал DimaTorzok